Девушки отдыхают Во всяком случае, сейчас уже трудно поверить, что еще совсем недавно там был просто пустырь. Вот так было до начала строительства. Это первый выезд группы телевизионных операторов, которые начали летопись, кинолетопись стройки телецентра. Снимал оператор Владимир Ковнат. Это просторное поле, не правда ли? Да, здесь есть где размокнуться. Вы знаете, вот оно оказалось тесноватым для буйного размаха архитектурных и строительных идей. Стройка повела себя довольно экспансивно. Образцы деревянного зодчества конца 19 века исторической ценности не представляли. Я вижу, что расчищали поле здесь огнем и бульдозером. Да. А вы знаете, в Моспроекте создали специальную архитектурную мастерскую, которая так и называется, мастерская Моспроекта. Им хватит работы, видимо, до конца строительства. Мастерская телецентра. Вот исходные материалы. Они были стандартными. А построить из них предстояло уникальное сооружение. Но это зима. По-моему, строительство начиналось летом. Да, оно начиналось летом. И оно начиналось, я бы сказал, оригинально. Интересно, что подумают наши потомки, когда обнаружат в фундаменте шляпу главного инженера стройки? Что, это рождение новой традиции? Возможно. Все закурили взволнованно. Здесь даже хочется произносить красивые слова. В стальных шарадах этих конструкций и полет инженерной фантазии, и точный математический расчет, и высшая рациональность. Ну, это не только рациональность. Здесь есть и красота, к которой всегда стремится человек. Дальний путь. Почти через всю Москву. Вот и Останкино. Да. Старое имя подмосковной усадьбы сегодня для телезрителей уже, пожалуй, не менее популярна, чем Шаболовка. Очень скоро эти ребята с не меньшим интересом придут на экскурсию в новый телецентр, который будет ближайшим соседом знаменитого Шереметьевского дворца-музея. Семнадцатый век. Настоящая московская старина. А этим аборигенам, мне кажется, не по душе. Соседство нового телецентра. Ну, просто им неведома магия телевизора. И то верно. Ну как? Впечатляет. Впечатляет. Но, вы знаете, мне кажется, что эта громада может разрушить сложившийся исторический ансамбль Останкино. Ну, а разве старые и новые обязательно враждуют? Ведь в их контрасте, возможно, своя гармония. Они могут создать неожиданное и интересное сочетание. Ведь мы знаем немало таких примеров. Вот так вот будет выглядеть новый телецентр. Это здание уже протянулось на полкилометра. Его центральная часть, вот она, поднимется на 12 этажей. Площадь его помещений составит 105 тысяч квадратных метров. Мечта телевизионных режиссеров и телевизионных операторов. Тысячеметровая студия. Вот так она выглядит сегодня. А вот так она будет выглядеть завтра. Вообще, надо сказать, что на стройке кругом можно увидеть эскизы будущих помещений, интерьеры. Это очень интересно. В сегодняшнем лабиринте строительном трудно разобраться. Поэтому, вот, например, так будет выглядеть один из конференц-залов. Это холл. Удобно. Рабочий просмотровый зал. Малая студия. Сейчас вы увидите то, что всегда и всех интересует больше всего. Это телевизионная башня-антенна. В общем, она задает тон всему строительству. Сегодня башня поднялась уже на 215 метров. А общая ее высота будет 522 метра. Вы знаете, ежедневно эта башня вырастает на 70 сантиметров. Это антенны, как видно, будут еще? Да. Ну что ж, видимо, скоро отсюда уйдут строители, закончив свои дела, и на их место придут художники телевидения. Очень хочется верить, что их труд будет не менее масштабным, не менее внушительным, не менее умным, и не менее талантливым. Так и будет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok